Наконец-то я могу свой день распределять. Сам я не тренер. Могу вставать, когда хочу, засыпать, когда хочу. Наконец-то я могу скинуть вес. Наверное, это самое важное, потому что я зашел 85 кг и всю тренировку стал раз держать 85. Типа жирок скину. Наверное, это самое приятное. Сколько, получается, все 10 лет дождал этого боя? Да нет, на самом деле, спонтанно было. Мне скинули выпуск пресс-конференции «Наше дело», и он меня там вызвал. И я на это среагировал, написал ему в личку и понеслось. То есть у меня не было там, что я ходил, горел, думал, когда я в этой встрече, так-то не было. Я давно уже закрыл для себя эту историю. Боялся проиграть? Нет. Нет. Я задумывался над этим, потому что он где-то как-то сказал, что даже не хочет озвучивать такие слова, потому что мысли материализуются и так далее. Я вот для себя просто подумал, а как я на это смотрю, и не было у меня чувство, что, типа, это будет серьезный противник. Я опасался, осторожничал, естественно, потому что я не боец, поэтому первый бой. Вот, но я знал, что я выиграл. Люди отметили, ну и, в принципе, это заметно, что ты прям по науке зашагивал за переднюю ногу. И меня тренировал один из лучших вообще просто. Поэтому меня хорошо, я хорошо отработал. У нас каждый четверг были спарринги сначала с разрядниками, с ребятами, а вечером с общей группой. И я вначале в 12 каждый четверг в 12 просто получал по щам. И вечером ходил в общую группу и вынужденно применял, чему там вынужденно учился. То есть меня просто хорошо подготовили. Почему первый раунд получился таким, что... Как мне сказали, так и сделал. Мне сказал тренер, смотри на него, ничего не делай, уходи, уходи за его ногу, смотри, наблюдай, опускай в свою руку, как он реагирует на раздергивание. Смотри за ним, учи, можно ли все наши комбинации, которые мы отработали, можно их использовать. А во втором раунде самое сложное будет, ты будешь пытаться их применить, отрабатывай. А в третьем раунде ты просто идешь и бьешь. То есть я сделал абсолютно все, что сказал мой тренер. Команда Рома Жигана сказала, что будто бы ты знал о том, что у него травмированы два ребра, сломанные, а скольчатый перелом. Знал ли ты об этом? Я не верю ни одного ему слову, и я не бил ему по ребрам, вы видео сами увидите. Мы нигде не отрабатывали бить кому-то по ребрам, я автоматом бил по животу и переводил в корпус. То есть для меня это был скорее перешаг, поэтому ни одного удара по корпусу не было такого, за который он мог бы ныть. Он просто это использовал, он просто решил поныть. Ну пусть ноет. Мне это неинтересно, для меня это закрыто. Он приехал в десятером и избивал меня толпой в десятером на глазах у моей женщины. И он сейчас хочет рассказывать про то, что честные нет. Серьезно, ребят. Я вышел, я подрался, я никому сейчас не стою и не рассказываю про свои травмы. Они у меня были, они у меня есть. И у меня тоже был риск, что если не с той стороны мне что-то пролетит, то у меня там... Не буду просто про это рассказывать, потому что для меня это закончено. А он хочет ноет, пусть ноет. Никаких реваншей? Нет, никаких реваншей, для меня это закрытая тема. Удивишься, если с его стороны последует какое-то продолжение на улице, в квартире? Я уверен, что он будет сделать какие-то пакости. Он мне еще и обещал, он постоянно, когда мы в личке выясняли отношения, он мне угрожал, что в ринге это не закончится и так далее, и так далее. Ну он такой человек, ну что ж, что я должен тебя, бояться? Выходить на улицу, смотреть, оглядываться по сторонам? Буду жить своей жизнью. Все, для меня это закрытое. То есть не удивишься, да? Нет, 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 я ожидаю. После боя не скажешь, чтобы сильно агрессивно выглядели, вот когда он уже ушел с ринга. Был вот в этот момент желание, может быть, я не знаю, даже по рукам ударить? Хотя сказали, да? Нет, нет, нет. Мне 41, я это все уже давно перерос, и если у меня есть сформировавшееся мнение, то я его обдумал, взвесил, и я знаю почему и как. Я этого человека не уважаю и не дам ему руку, потому что все, что он представляет, для меня это ложно и вредительно. Люди, как он, вредят обществу этой страны. И мне хотелось бы, чтобы в этой стране было поменьше таких людей, как он. Потому что я очень люблю Россию, люблю этот народ, и вижу, что как раз вот эта грязь тянет всю страну на дно, что от этой грязи нужно избавиться в первую очередь, все, за что он стоит. Поэтому я ему уже из этих убеждений не подал бы руки, потому что он как человек, я считаю, что он нехороший человек в первую очередь. К твоему углу, по-моему, перед третьим раундом подбегал Александр, который ресторатор, и, ну, в общем, там что-то такое крик, было видно, что он из тебя болеет. Почему он вроде говорил, что он с обоими нормально общается? Саша умеет себя вести, Саша воспитанный человек, поэтому он вел себя как должен был. А то, что он на моей стороне, было очевидно, потому что Саша образованный человек, воспитанный человек и хороший. Как думаешь, как отреагирует Оксимирон на этот бой? Я не знаю. И, если честно, для меня с ним тоже вопрос закрыт. То есть ты не будешь ему звонить? Нет, я все сделал. Я уже написал ему, и все. Типа дальше от него зависит. Я себя закрыл. Его реакция зависит от того, какой он сегодня, какой он человек, так он отреагирует. Это тоже как бы не от меня зависит, я это не контролирую. И для меня это закрыл. Жиган мне перед боем сказал, что Окси, скорее всего, будет болеть за шоков. Шоков. Логично, потому что Окси, опять же, воспитанный и образованный человек. Нормально. Расскажи, перед боем ты говорил, что будете драться вроде в ММА перчатках, вышли в каких-то в итоге полубоксерских накладках. Почему-то? Постоянно менял какие-то правила, не хотел сгонять весом. Все это время капризничал, и это было очень нудно и душно, если честно. И да, я обрадовался этим перчаткам, мне не нравится ММА перчатки. Я, типа, люблю бокс и хожу на бокс. И эти перчатки были все-таки ближе к боксерским, и я обрадовался. У меня они были комфортные. Из его угла кричали, типа, не бойся, он глаза закрывает при ударе. То есть, насколько тебе было, насколько ты его опасался во время боя? Мне сказал тренер, выключи все вот эти вот эмоциональные, ты должен быть холодным. У тебя есть геймплан, смотри, учитывай и работай. Поэтому я считаю, я немножко переосторожничал, но я сделал все, что мне сказал тренер, и это сработало. И я понимаю, почему люди говорят бойцам, типа, если вы доверяете своему тренеру, делайте, что он говорит. И чаще всего вы побеждаете, я вот это и сделал. Во время боя был момент, когда ты понял, что, ну, все, в принципе, бой бой? Да, когда я ему ударил, он стал закрываться, и я уже понял, что там нету душка, как я ожидал, он, нет, нет духа. Когда тебя бьют, вот меня тренер мой начинал лупить, и я пропускал, пропускал жутко, прям, ну, не было страшно, потому что, ну, это мой тренер, и он жестко бьет. И в какой-то момент я просто взрывался, хватал его, толкал его, пытался бить, то есть меня это злило. Я от напора просто взрывался, в панике начинал орать, и начинал ***. Вот, а я думаю, если бы я таким не был, мой тренер бы за меня не взялся. А у него я как раз подозревал отсутствие душка, что если ты будешь по нему ***, то, скорее всего, будет вот так реагировать. Ну, и я оказался прав. После боя на Воктагон вышел Димаста, не совсем понятно, что с ним будет бой, не будет бой. Посмотрим, посмотрим, знаете, я вам честно скажу, меня это все утомило, очень утомило, потому что это не самый приятный круг общения. То есть люди, которые вокруг всего работают, ну, не знаю, приезжала девушка, Вика, по-моему, зовут, мы снимали мой профайл и так далее. Это приятные ребята, с ними было приятно общаться, много, ну, а в общем целом весь этот мир, вот эти все Димасты, Рома Жиганы и все это, это настолько мерзко и утомительно, что я не хочу с этим ничего общего иметь. Просто я был на прошлой пресс-конференции, сидел, смотрел на своего тренера, на его ребят, которые пришли просто меня поддержать. И я просто видел, что они сидят и думают ***. Мне было стыдно, я не хочу таких эмоций. Буду ли я с ним драться? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Просто я не... Для меня это был важный момент, и я не хотел делить его с Димастами. И поэтому, когда он пытался со мной там какой-то хайп-шоу устроить, я подумал, что нет, этим моментом я с тобой не поделюсь, потому что кто ты? Ты ни одного концерта не соберешь, ты музыку не слушаешь, ты просто клоун, тебя знает, как типа, который детей ***, типа, который ***, с одного удара от Чепенкоса лег, потом на дяди Джиа и отыгрался. Настолько клоун, я не хотел с ним делить свой важный момент. И поэтому я поймался и ушел, я сказал, да, поговорим про бой через Артура, но этот момент мой, и делиться я не буду с тобой, как вот Димаста точно не тот человек, с кем я буду этот момент делить. А почему ты хочешь с ним драться? Потому что деньги хорошие предложат? Во-первых, во-вторых, мне вот интересно подраться без эмоциональности, то есть вы же понимаете, что для меня были настоящие эмоции, была агрессия, прям ненависть, а с Димастой нет такого, это просто тип, который мне не нравится, но у меня нет желания ему там, не знаю, причинить зло или там еще что-то. Это, наверное, спортивный интерес, я просто хочу посмотреть, может быть, я отмеку, кто знает, может быть, я ему дам, я хочу это выяснить, хочу посмотреть, как я буду работать, когда не будет такого давления, как сегодня. Больше, чем зажигано, потребуешь гонорар? Конечно. Сегодня были такие люди в гримерке, как Сквозь Баб, Кирилл Тифест, там ребята с ЧБД, режиссер Вахтанговского театра Саша Форсайт, то есть там такой VIP сидел, эти люди никогда бы сюда не пришли, если бы не бой со мной, они пришли поддержать меня, понимаешь? Не то, что я такой ***, а просто потому, что я оказался на правильной стороне, и люди пришли меня поддержать. Вот, естественно, я раскачал этот бой, я очень много сделал для этого боя, и если следующий бой, он опять будет вокруг меня, естественно, гонорар будет гораздо больше, у меня есть менеджер Виталий Тарасов, хотят говорить про бои, про гонорары, вон, пишите, общаюсь. Ну, а этот гонорар тебя устраивает, да, тоже с зажигано? Мне было все равно, вот он постоянно качал про бабки и говорил, что ты же отказывался от гонорара, я сказал, нет, я подерусь с тобой в любом случае, даже если гонораров не будет, вот что я сказал, а если гонорары есть, то я, конечно, хочу звучать. Последний вопрос, как тебе уровень зажигана? Вообще никак, вообще никак, я вообще не понимаю, как он мог вот эти все помпы и так далее, я не считаю, что я хорошо подрался, я не считаю, что я боец. Я вот чему смог научиться за 4 месяца в свои 41 год, то и я пытался как бы применить, но я далеко не боец, и я могу себе представить, что для любого там пацана, который тут бился до меня, который действительно занимается это много лет, это был блогерский цирк, и он прав. Но он, как я и говорил на пресс-конференции, вот я не боец, посмотрите на него. Это цирк, это как бы для меня закрытый гештальт, но это не та тема, где я буду сейчас сходить и бить тебя в грудь, смотрите, я боец, но там Рома Жигана побил. Нет, не тот случай. Спасибо. Спасибо.